ну что девушки так выглядит наша ванна не могу дверь открыть по полной потому что здесь какая-то они чем-то перегородили первый день demolition это называется по-английски а по-русски разборка растаскивать разграбление разорение вот так выглядит это разруха о май гад я надеюсь я здесь не провалюсь под пол вот так вот здесь был душ если вы помните вот наши два окна где стояла джакузи в углу здесь стояла боюсь ходить страшно здесь такие дыры тут ребятки все ставили свои инструменты ну в общем девочки вот так выглядит пространство ужасно ужасно я понимаю что это не красивые кадры но это то что есть сейчас я вам скажу чему я рада я рада тому что нету никакого молд это плесень знаете вот в ваннах иногда под плиткой когда снимают плитку которая много лет то стены и вот это вот утепление она с такими черными с черными такими знаете как пятна такие которые такие точечки черные пятна в общем короче это плесень плесень заводится там где вода и поэтому это очень неприятно тогда это надо чистить снимать но вот во всяком случае я вижу что вот ней но не на полу не на стенах не вот на этих вот бимах это вот эти вот балки деревянные на потолке потом что-то в углу но это по-моему мелочи мелочи жизни во всяком случае вот ничего критичного ничего такого нету будем надеяться что дальше так пойдет окей вот так выглядит моя спальня в целом вы знаете что он молодец вообще наш парень который у нас делает ремонт он все 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 обернул пленкой вот так вот как вот тот вот шкаф с телевизором он все абсолютно обернул пленкой перед тем как они начали снимать все все весь плитку все вот это вот вытаскивать потому что она была страшная пыль чтобы сильно все не запылилось он молодец все в принципе накрыл мы сейчас это сняли ну вот тут немножко тут краны какие-то инструменты но в общем в целом ничего я вам должна сказать вот про это вот она вот это вот варите которую я вам не могла показать сейчас тоже не особенно могу потому что они снова поставили ее лицом кровати вот так вот она выглядит примерно и вытащили они ящики дверцы а все ящики на месте да вот этот вот каутер которыми я не очень была довольна вы знаете он хорошего везде я потом посмотрела только в одном месте в самом центре где вот это вот какие-то такие загогулины как червяки мне не понравился так в принципе он такой неплохой я вам должна рассказать историю про про эту штуку как они тащили наверх значит привезли ее нам и поставили ее внизу гараж вы видели и потом им надо было занести ее на второй этаж на минуточку она весит 150 килограмм вы понимаете что это квартал ска одна наверно весит 100 килограмм я не знаю сколько ну и вот эти вот вот это вот сама тумба и лестница у нас сейчас я вам покажу как они ее несли и вот такая вот у нас лестница значит они несли ее снизу здесь у нас висела картинка они немножко свернули ну ладно это было самое маленькое чего чего можно что могло случиться ой темно сейчас я свет включу короче представьте себе что вот по этой вот лестнице который имеет две площадки раз поворот и два поворот и вот там наверху второй этаж они должны были принести эту здоровую тяжеленную огромную тумбу которая по длине довольно длинная и очень тяжелая значит и вот это вот люстра которая здесь висит короче она тоже сыграла роль короче они тащили ее с таким три человека было я честно говоря думала что сейчас что-то либо они сломают вот эти вот перила потому что они ее несли вот тут немножко ободрали видимо они несли ее и все время ей как-то опирались вот на этот перила оно такое знаете я так трогаю ничего а если так сильно его пихнуть оно такое шаткое довольно и потом или или либо сломают перила либо сломают эту тумбу либо кто-то последний кто идет внизу кто-то кто сверху не удержит ее эту тумбу и она покатится вот так вот в вниз по лестнице раздолбает весь дом и прикончит извиняюсь того человека который там стоял вот том конце последний я пережила наверно 10 минут от нее несли самых 10 самых ужасных 10 минут я с таким ужасом думала что она сейчас кого-то прибьет это пандура 150 килограммовая если они не удержат и она скатится вниз и внизу стоит мужик вот человек который толкает да а люстру эту значит они в конце концов когда они здесь вот ее несли они вот так вот ее значит это самое немножко приподняли и поверху над перилами и вот эти вот плафоны которые которые на самом деле так в свободном висят в свободном таком полете в общем они меня позвали я вот так вот их схватила вот эти вот что могла вот так оттянула к себе и держалась чтобы они не болтались там там где они тащили это в общем что короче девочки ну донесли когда они донесли я вздохнула выдохнула и подумала боже какое счастье что все живы здоровы все целы тумба цела вот здесь я вижу дэмэдж небольшой кстати ну это как мятинка в общем короче из всех из всех самая ужасность что упала картинка немножко треснула раму но фиг с ним я уже подумала это самая самая вообще самая ерунда которая могла случиться во время во время того как они несли здесь второй ремонта разруха становится разруха расползается в спальню если вчера еще было как-то так более-менее чисто то сегодня конечно тут вот все и пылесос их стоит в общем ну что делать ремонт пол такой весь заляпанный за грязный я сейчас пойду пылесосить убирать так эти всякие коробки вот это какая-то фигня в общем короче я не сплюсь здесь сейчас не могу спать потому что вот это все стоит здесь и не хочется в этом во всем спать я сплю своего сына в комнате который сейчас еще у него с университет он еще не вернулся так давайте смотреть что нам сделали сегодня нам сделали сегодня электричество вот эту проводку для двух ламп вот там вот наверху вот эти вот такие будут подлайц тоже тут будет свет что еще где-то по-моему они сделали вот здесь вот чтобы был свет в душе ну в общем как то так ну ой как они ребят ну зачем же вы в новую ванну навалили вот это вот все так вот это ванна девочки она будет стоять на ножках сейчас она стоит такой корыто коры там на самом деле она будет выглядеть лучше потому что она у нее такие металлические серебряные такие ножки антика такой типа а так стоит пластиковая корыто действительно тазик такой да но вот мне это совсем не нравится зачем они сейчас еще поцарапают обдерут зачем они навалили весь этот хлам туда внутрь ну ладно ремонт дело такое в общем вот так вот это выглядит здесь грязюка страшная я сейчас сейчас начну здесь убирать но здесь конечно я ничего убирать не буду вот это вот все это еще в принципе майка чая то есть кто-то у нас тут разделся я в призыве присутствую при всех этих работ нет я не стою у них на душу но я ведь дома я работаю из дома поэтому я все время нахожусь дома не я слышу не так лупаются но я же не буду стоять и стоять и смотреть что они делают они красиво хотя иногда они меня зовут вот спросили меня как как я хочу поставить ванну ванна будет стоять не так ванна будет стоять вот так вот под углом под углом и вот здесь вот сверху они сделали такую штучку для лампы здесь мне будет висеть маленькая хрустальная люстра над ванной ну в общем объяснять это трудно я вам потом покажу как это будет выглядеть уже в окончательном днике конечно сейчас это выглядит ужасно не эстетично отвратительно особенно вот этот вот это вот чей-то чей-то гардеробчик о май гад ну ладно будем надеяться будем надеяться что они скоро закончат потому что работают ребят довольно быстро и я должна сказать что идут впереди графика пока что тьфу 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 ну будем надеяться потому что в принципе конечно это разруха в доме вообще ремонт это конечно катастрофа девочки но вы наверное знаете кто нибудь делал ремонт скорее всего в своей жизни поэтому вот так будем смотреть что будет дальше